Пятый канал представляет Так что без грубости Ой-ой-ой, защитничек Озолотила Бесплатного сыра не бывает Подарки бывают, когда от души Спокойной ночи От души? Так ей поверила Наплачемся мы еще с этими подарками Будет через две минуты Я вообще не понимаю, зачем ты на ночь глядя Едешь к Регине Ну, чтобы болтать спокойно Ян будет на работе, а днем мы обе заняты Врешь на ходу, не к Регине ты едешь Можешь потом позвонить ей Проверить А что толку? Она скажет, что ты у нее, но в душе А потом, что ты спишь Достала твоя паранойя Вот договоришься однажды Уеду и не вернусь Тебя ждет дама в приватной комнате Какая еще дама? А тебе не все равно? Ян? Черт Дима, я давно собиралась спросить У тебя закончились отношения с этой Дашей? А почему это тебя так волнует? А ты не понимаешь? У-у-у Это же просто позорище какое-то Болезнь Мы уже и психолога подключали И знакомых А я вам говорил Никого не надо подключать Димочка Ну, кому рассказать Сын связался с женщиной легкого поведения Так, уважаемые родители Это мое глубоко личное дело Ой-ой-ой, мне пора на службу Столу? Пока Кто нашел тело? Его нашла Нина, наш администратор Ну и где сейчас Нина? Убежала ребенка собирать в школу? Будет позже Так, вы сказали, что клиентка заказала у Яна Приватный танец Как она выглядела? Ну, знаете, у нас в зале не очень светло Вроде блондинка была Нину спросите А камера есть? Нет Ни на входе, ни в помещениях Это требование посетителей Очень удобно Ну, тогда вы расскажите Когда и во сколько она ушла? Я не видел Я могу идти? Можете Так, ну ладно, я закончил Короче, смерть наступила В результате множественных Ножевых ранений В том числе и в сердце Убитый Коротков Ян Борисович По профессии он актер театра и кино Долгое время сидел без работы Но семь месяцев назад Устроился стриптизером В стрип-клуб Пиноккио Так вот они кто такие Эти эксгибиционисты Актеры, значит Не обязательно Допустим, тренер этих стриптизеров Вячеслав Савченко Бывший спортсмен О, кстати А я знаю одного десантника Который Что который? Вообще он неплохо зарабатывает Кузя, что по семье убито? Жена Короткова Регина Львовна Она костюмер, но сейчас не работает Сидит с ребенком Борисом Три года ему Да И кто-то оставил мальчишку без отца Паша Побеседуй со вдовой Дима А ты опроси администратора Добрый день Дима Даша, привет А ты что тут делаешь? Привет Я с работы иду А ты что тут делаешь? А я на работу В смысле в стрип-клуб? Ну да А что? Решил немного заработать Ты же знаешь, что по нас платят? Ты же не серьезно? Почему серьезно? Профессий много? Хороших и разных А, ты новенький? Ну проходи Там Нину найдешь Нина, тут новенький пришел Извини, на работу пора Дим Я позвоню Добрый день Добрый Вы от Яна? Угу Ян обещал, что пришлет новенького Только вы, вы знаете? Да, да, знаю, к сожалению Хороший был парень Угу А вас как зовут? Ну, как хотите Как хотите Да шучу, Дима Слушайте А вы смогли бы выйти на работу Прямо сегодня днем? Прямо сегодня? Да Ян говорил, вы способный человек Тогда постараюсь соответствовать Хорошо, тогда выходите Бумаги потом оформим Я не могу, у меня компьютер завис А в котором часу приходить? В два Вы сможете? Могу Ну все Все, Дмитрий Теперь надежда только на вас Раз Яны нет Ножом несколько раз Даже страшно представить Что он пережил в последние секунды Бедненький Скажите, пожалуйста А вы сами где были ночью? Дома С ребенком У меня еще подружка ночевала Ася Щелканова А что Ася? Ночевать нигде Почему? Мы с Асей часто устраивали такие посиделки Когда Ян был на работе Чайку попьем, поболтаем Да, и кстати, вы не знаете О кого Ян собирался провести в стрип-клуб Но в качестве новенького? Полю Щелканову Это как раз муж Аси Тоже актер Они с Яном учились вместе И тоже сидит совершенно без работы Берется за каждую ерунду Добрый день Щелканов Николай Степанович? Да Я вам звонил Лейтенант Кузьмин, Петровская РВД У меня к вам несколько вопросов Первый Где вы были сегодня ночью? Дома был Жена уехала к Регине К Ротковой? Да Ага Я один паковал Понятно Мальчик Мальчик, время Слушайте, а там Есть какие-то подозрения? Ну кто Яна мог? Да пока нет, работаем Может у вас есть какие-то предположения? Или идеи? Откуда? Мальчик, слезай! Не умею я с ним Да я же у него на работе не знал никого Только собирался Да, по поводу работы Вы, пожалуйста, пока повремените туда устраиваться Да я уж теперь, наверное, без Яна-то и не буду Ну и прекрасно И еще, если вам из клуба будут звонить Вы не говорите, что вас из полиции попросили Или там вы сами передумали Просто скажите, что форс-мажор А у меня есть форс-мажор Жена моя Ася Она как уехала вчера к Регине Так и пропала Телефон не отвечает Подружки не знают ничего Ну с ней поругались немножко Так что теперь не знаю, что и думать В стриптиз-клубе «Пиноккио» Убит стриптизер Ян Коротков От его жены Регины Становится известно, что Ян собирался Устроить на работу в этот клуб Своего друга Николая Вместо Николая стриптизером Устраивается Красавченко Николай объявляет, что пропала его жена Ася Дим, ты что, больной? Нет, у меня только один вопрос Ты мне скажи, ты кем будешь? Этим, как его, пожарным, понимаешь? Или же кого? Так, но нашу форму я тебе запрещаю брать Не позорь честь мундира Я тебя умоляю Дим, а вот как ты будешь делать? Вот так вот, наверное? Как-то вот так вот, да? Или вот так вот? Так И что у вас здесь опять происходит? Так это Дима, это... Дима, и что, правда? Ну а что мне было делать, Андрей Борисович? Я к этому стрип-клубу подошел Слово не успел сказать, меня за новенького приняли Дим, ты что, больной? Во-во-во, я ему то же самое говорю Андрей Борисович, вы знаете, я решил, что так даже будет лучше А что, там контингент особый, они полицейскому могут много не рассказать, а стриптизеру вполне Значит, стриптизер под прикрытием А про слушку, микрофон, куда денешь? Да пони откуда, вот туда Ну, в смысле, в трусы Володя? Да, Андрей Борисович, что с телефоном Аси? Не отвечает пока Где она работает? Работает, она буфетчица в театре миниатюра Сегодня на работу не вышло Мы с Асей проснулись около шести утра от звонка Мне сообщили, что Яну больше нет Сообщили, и потом, что вы? Что потом? Поплакали Потом я стала ребенка в садик собирать Не с ним же мне было в морг на опознание ехать Ну да, ну да А Ася с вами оставалась? Да Ну, мы вместе отвели Борю в садик А потом я на опознание А она на работу поехала У Аси с кем-то были взаимоотношения еще? Помимо мужа? Да не было у нее никого Это Коля, ее ревновал, каждому стал был Нет, вообще не понимаю, как так жить можно? Может быть, так-то она не все мимо рассказывала? Вряд ли Если бы что-то было, она бы не удержалась Позор! До первого раза неплохо Спасибо, старался Тебя гостья там ждет, в приватной комнате А, даже так? Ну, ладно Стой Ян говорил, вроде и Николая приведет Николай-то где? Да я не знаю там, что-то у него случилось В общем, переиграли в последний момент А ты общий товарищ, что ли? Ну да, учились вместе Ну давай, иди к клиентке Ага Что дамы изволят? Ничего я не изволю Вы садитесь Вы садитесь, садитесь Извините Вы новенький? Да, первый день работы Яна знали? Нет, ну да, то есть, ну, научились параллельно Вы мне его чем-то напоминаете Вас как зовут? Дмитрий Меня Люба Очень приятно А Яна, к сожалению Я знаю Мы с Яном дружили Вот я и хотела Посидеть здесь Вспомнить Так сказать Душу отвести Часто сюда приходите? Часто Ну, сначала Чтобы время скоротать И потом Когда с Яном Познакомилась Почти каждый день Это была наша комната Для душевных бесед И днем и ночью? В зависимости В какую смену он работал Я дама свободная Сама себе хозяйка Не работаете? Да нет, очень даже работаю Владею сети пиццерии Вернись в Соренто Да Андрей Борисович Заходи, Володя Я тут нарыл интересную инфу Постоянная клиентка Яна Холодова Любовь Андреевна Бизнесвумен Это я в курсе Да Но дело не в этом, Андрей Борисович Она, оказывается, ему недавно Подарила двухкомнатную квартиру На канале Грибоедова Лихо Ага И что, за красивые глаза? Ну, выясним А жил Ян с семьей? В съемной квартире, да Потому что в новую Сейчас покупается мебель Ясно Свободен Есть Володя Да А почему тебе еще За красивые глаза Квартиру не подарили? Ну, это, Андрей Борисович Философский вопрос Может, потому что я не у шеста А у вас тут Танцую Ты Асю Щелканову нашел? Еще нет Ну вот, иди и ищи Я даже не представляю, кто мог Хотеть смерти Яна Врагов у него не было Завистников тоже Очень хороший, бесконфликтный человек Может, что-то с семьей? Жену любил, сына обожал На сторону не гулял Прям идеал Да Я была с ним знакома Около полугода И никаких теневых сторон Не заметила Извините Да Я слушаю Хорошо Мы можем встретиться В одной из моих пиццерий Давайте на Грановского Да Через 20 минут Это полиция? Странно Откуда они узнали, что Мы с Яном общались? Ну, может быть От сотрудников клуба? Да нет, вряд ли Я старалась здесь не светиться Меняла одежду Надевала парики Извините, мне пора Да-да, конечно Любовь Андреевна Здрасте Я, это Секунду Любовь Андреевна, а вы где Ногу-то, это, повредили? Это у меня врожденная Одна нога Короче Другой родители в детстве Не подсуетились И вот всю жизнь людей пугают Ага Вы Яну подарили квартиру Так? Совершенно верно Ну, скажите Такой царский подарок Его же надо еще как-то заслужить Заслужить я в таких категориях не мыслю А какими мыслите? Я любила Ян Латонически И бескорыстно Я хотела, чтобы он жил с семьей в человеческих условиях Сегодня ночью где были? В стрип-клуб ходили? Нет, я была дома А журнитель есть? Нет, молодые люди Я живу одна Категорически И бесповоротно Сегодня, считай, стрелялся, свободен Спасибо Глянь, глянь Если надо, я могу еще Не надо, девочки продолжат А ты иди, отдыхай До завтра А у Нины разве оформляться не надо? У Нины, у ребенка температура Я ее отпустил О, какие люди в Голливуде Что, ты действительно устроился работать стриптизером? Ну да, а что такого? Дим, ну это как-то аморально, безнравственно Боже мой А, ты думаешь, я таких слов не знаю? Да, моя работа еще хуже Я надеюсь, что ты ее когда-нибудь бросишь Но у меня не было выбора Выбора есть всегда Я тебе предлагал Что, портретики в парке рисовать? А что плохого? Да все плохо, Дим Это у тебя, вон, высшее образование, погоны А денег все равно не хватает Слушай, ну не все деньги хороши Короче Пока ты не бросишь эту работу Я с тобой не буду общаться, ясно? Вот это повару Ага Все, скоро буду, пока Ну что, бойцы По домам? Давно пора, говорю, Павел Ильич Давай, пока, ток Бузаревка-то вот Нам-то хорошо, Павел Ильич У нас-то рабочий день закончился А у Димы сейчас самая жара начинается Можно даже еще успеть к нему Но Что у вас здесь происходит? Все в порядке У нас новый стриптиз-клуб открывается Кузьковстанька называется Сейчас смеетесь А у нас труп Здорово, братцы Здорово, желаю Ну что? Серьезно, что ли? Вячеслав, Савченко Тренер стриптиз-клуба Пиноккио Собственной персоной В стриптиз-клубе Пиноккио Убит стриптизер Ян Коротков Красавченко устраивается В этот клуб на работу Он выясняет, что Постоянная клиентка Яна Любовь Холодова Недавно подарила Яну квартиру Исчезает подруга жены Яна Ася Сотрудник стрип-клуба Вячеслав убит Так, смерть наступила Анатомический театр Скорую вызываете, он живой Как живой? Да пульс прощупывается А вы чем смотрели-то, а? Торопи медиков Инна Александровна, здравствуйте Вы? Вы что-то хотите мне сказать? Да, простите, я на минутку Слушайте, Дима В общем, он устроился работать стриптизером В стрип-клуб Пиноккио Дима? Вы ничего не путаете? Нет, я ничего не путаю Он мне сам об этом сказал И мало того, я его там видела Он объясняет это тем, что он хочет подзаработать А в полиции мало платят В общем, я считаю, что вы должны его остановить Я от многого его должна остановить Послушайте, я ему сразу сказала, что Там работать, это себя не уважать Но меня он не слушает Может, вас послушает Так, что-то мне эта история кажется сомнительной Как вы говорите, называется этот клуб? Пиноккио В переулке Челюсыном Челюскинцев Да Благодарю вас, Даша Всего доброго И вам Ася Щелканова не нашлась до сих пор Плохо ищем А с Вячеславом что? В больнице он Врачи говорят, что жить будет Есть вопрос Его хотели убить и не добили Либо его хотели просто избить Проучить за что-то Да, но вопрос за что? Слушайте, а может он имел отношение к убийству Яна? А может он сам убил Яна? Ну то или это, а кто об этом мог узнать? Ну преступник следов не оставил Кстати, как и убийство Яна Понятно, что без показаний Вячеслава Нам тут не разобраться Да, и к нему надо приставить в больницу охрану Круглосуточную Это был Николай Щелканов Вы с ним были знакомы? За что он вас избил? Что? Я вас не слышу Все, товарищ майор Вы обещали две минуты Так а как же? Он же сейчас вот Больному больше нельзя разговаривать Ну вдарил ему Че себя вдарил? Вы избили человека до полусмерти Он в полиции лежит Эрунду не надо говорить Я шел домой Он догнал меня Николай, Коля! Ты же Николай? Ну это Ян тебя хотел в стрип-клуб привезти Правильно? Ну кто? Откуда вы меня знаете? Социальные сети Великая вещь Так это ты ж его и убил Ну в женщину переоделся Вы же актеры все можете Вы сумасшедший? Зачем мне убивать лучшего друга? Из-за ревности У него ж Роман был с твоей женой Прекрати придурок Я и так был на нервах Из-за того, что жена пропала А тут все сразу И убил, и Роман Погодите, я так и не понял У вашей жены был Роман с Яном? Или не было? Да я на кого угодно мог подумать Только не на него Ладно Все, звоните директору Еще там кому-нибудь Чтоб прислали кого-нибудь батутом А вы сейчас задержаны Поехали Дима же взялся Опросить администратору эту Нину И что? Не было ее Вечером поговорить Я вот что подумал, Борисович А если у Асти с Яном Действительно был Роман? Ну ты специалист Ты и предполагай Развивай мысль Такая мысль-то простая Люба узнала об этом И грохнула Яна А почему же она его Жену, Регину, не грохнула? Есть такая ревнивая Жену Исходя из собственного опыта, Борисович Знаю, девушка Имеющая отношения с женатым мужчиной Она как бы принимает эти правила игры А вот связь с Асей Это другое дело Это как бы личная обида Предательство, можно сказать Она же ему квартиру А тот ведешли по бабам Так может Люба тогда И Асю убила Да, Петрович Понял тебя Рабочие нашли В люке тело женщины Вот и Ася нашлась Люк два дня открыт был У него воду из подвала скачивали А что же вы не оградили-то ничем? Так что ограждать? Люк-то рядом лежит Глаза-то есть? Тимур, погляди Это следы от обуви Видел Вызывай экспертов Следы различимые на крышке люка В общем, ни Асе, ни рабочему Они не принадлежат, это точно Так что получается убийца? Ну так-то Это Шекспир? Шекспир Ну и что ты меня путаешь? Ну а зачем ты тогда Коли избил Вячеслава? Ну зачем, зачем? Не знаю, ну для конспирации А вот недавно так разминался Ян Вы простите, мне так неловко Что я вам во всем его напоминаю Да ничего Я вот все думаю Кто мог его убить? И за что? Совершенно безобидный был человек Слушайте, а кто в тот вечер заказал ему приватный танец? Думаете, это она? Не знаю, пусть полиция разбирается Ну просто, чтобы знать, кого опасаться Не знаю Но на самом деле я ее даже описать не смогла Блондинка Понятно Лица я не запомнила Понятно, значит, буду избегать блондинок Слушайте, она хромала Андрей Борисович Дима написал Со слов администратора Женщина, которая ждала Яна в приватной комнате, хромала Ну что бы убить Не надо красиво ходить Да я не к этому, Андрей Борисович Люба ведь хромает Ребята сами видели И она сказала, что это у нее врожденные Вот так бы сразу и сказал А то все вокруг да около Наклонами и кивоками Тимур Бери Антона и дуйте на задержание Любы Любы Тимур, я сейчас тоже подъеду Вы уверены, что это она? При меня она не хромала Черт Дима Я думала, это дурная шутка Мам, дай, пожалуйста, телефон мой разрядился Подожди, ты что, действительно начала работать стриптизером? Мам, ну ты же хотел, чтобы я выступал на сцене Дай, пожалуйста, телефон Подожди, ты мне сначала скажи Мой сын кривляется вот в таком голом виде? Ну как видишь, не в голом Дай телефон Дима, у меня нет никакого телефона Я его дома оставила Подожди, Дима Извините Дима, мне надо... Я потом все объясню Здравствуйте, полиция Здравствуйте, Олегов Андреевна Вы задержаны Задержаны, за что? По подозрению убийства Яна Короткова Вот так Ага Туга, воды Вот здесь остановите Спасибо большое Наши полиции, вас не забудем Тимур Тимур, что с ней? Тимур Да тебя в таком виде увидел, а вот в обморок упала Очень смешно В стриптиз-клубе «Пиноккио» убит стриптизер Ян Коротков Николай, друг Яна, избивает до полусмерти сотрудника клуба Вячеслава Погибает жена Николая Ася, подруга жены Яны Подозрения падают на его постоянную клиентку Любовь Холодову При задержании Любовь теряет сознание Люба, так вы объясните, вы хромаете или нет? Вы тоже из полиции? Ну да, капитан Красавченко, Петровская РУВД Я почему-то так и подумала Люба, отвечайте, пожалуйста, на вопрос У меня есть специальная обувь, я ее надеваю в публичные места и в стрип-клуб, но долго в ней ходить тяжело, поэтому на работе я хожу в обычной Ну и где она? В машине на заднем сиденье Можно ключи? Врача вызвать? Нет, спасибо, мне уже лучше, у меня таблетки Белая? Да Люба, а кто знал, что вы переобуваетесь? Ян знал Ага, а его жена Регина? Она как раз знала, что я хромаю, она еще говорила Яну, что хорошо бы поехать в Израиль и сделать операцию Извините, вот эти? Да, вот это они мои боты Люба, скажите, пожалуйста, а кто еще знал, что вы меняете парики в стрип-клуб? Ян знал Тем не менее, вам придется проехать с нами в отдел, Люба, побудете в статусе задержанной Так, ну предположим, что Регина, Регина подумала, что Люба хромает всегда А от Яна она знала, что та меняет парики Ну и пошла в стрип-клуб Ну под видом Любы Убила мужа Вот так-то, могло такое быть? Могло такое, могло не такое То, что клиентка хромала, мы знаем только от Нины Да Значит, могла все это проделать Нина Ну и Люба тоже могла Да Андрей Борисович, заходи Охранник позвонил из больницы, ну который дежурил у палаты Вячеслава Ну в общем, если коротко, он отлучился, вернулся, Вячеслава в палате уже не было А куда? Он отлучился Живой же человек, понятно Ну да, в общем, выскочил на улицу, увидел, что Вячеслав садится в такси Там уже сидела девушка со светлыми волосами Еще он запомнил номер машины Все, отлучился, но номер запомнил Значит, отслеживаем такси, отправляемся в стрип-клуб Ну и с обысками на квартиры наших фигурантов Юрия Иду, иду Пятый этаж, без лифта, я понимаю, тяжело Ничего, а ничего, какие твои годы? Вроде пришли Наша О, слушай Выходит Регина дома Тогда в такси с Вячеславом кто? Добрый день Капитан Красавченко, Петровская УРВД А нам бы видеть Короткову, Регину Львовну Я ее мама А сама Регина где? Регина за город уехала Меня с внуком оставила сидеть Можно нам пройти? Да Спасибо Так А что я скажу о Регине Да вы не беспокойтесь Мы все вернем в целости и сохранности Тем более, она же не босиком за город уехала Подпишите, пожалуйста Слушай, а ведь Блондинка? Ну, походу, да Что случилось? Ну, стой, посмотрим Входите В чем дело? Мы же договорились Машину сзади, видите? Она нас с города еще преследует Это совпадение А то, что у нас остановилось, тоже совпадение? Выходите, мне таких проблем не надо Здравствуйте Капитан Бубнов Старший лейтенант Петров Петровской РОВД Товарищ полицейский Я вот этих людей не знаю Сядьте в машину, да? Здравствуйте Гражданин Савченко Гражданка Короткова Выходим из машины С какой стати? Что мы такого сделали? Догадайся, дура Я же говорил, что никуда не надо бежать Это она во всем виновата Ну ты мразь А я готов давать показания Я все расскажу Ну это замечательно Но для начала нужно выйти из машины Давай Гражданка Короткова Пошел На вашей обуви Частицы воды и грязи из люка В котором было обнаружено тело Аси Щелкановой Это ровным счетом Ничего не доказывает А мы докажем Представьте себе К тому же у нас есть показания Вячеслава Так что настоятельно рекомендую сотрудничать со следствием Что у вас связывало с Вячеславом? Отношения Ну а ваш муж Ну я же знала, что это хромает Заказала у администраторши Приватный танец с Яном Нормально так-то, да? С трупом собственного мужа провести времечко Странный вопрос вы задаете Раз уж я решила его убить Так, ну с этим все понятно А что случилось с Асей Щелкановой? Мне надо было обеспечить себе алиби Я пригласила Асю на ночевку и подсыпала ей снотворное Ну мне же надо было как-то спокойно уйти в стрип-клуб И чтобы утром Ася не слышал, как я вернусь И чтобы потом она подтвердила, что я всю ночь находилась дома Только оказалось, что снотворное не подействовало Да Да Что? Где? Как это произошло? На опознание Да я приеду, конечно Адрес мне пришлите, пожалуйста Здравствуй Что случилось? Яну убили Как убили? Где? В стрип-клубе Из полиции звонили, надо приехать на опознание Подожди, подожди Мне что-то все перебуталось про Соня А это тебе сейчас звонили? Ну да А где ты ночью была? Как здесь? Здесь Ну, я просто просыпалась, тебя не было А, это я за водой выходила Вот и получилось, что алиби у меня нет, а Ася, она честная Если бы ее спросили, она бы сразу рассказала, что ночью я выходила из дома Ну и что мне оставалось делать? Мы отвели ребенка в садик и... Ты держись там на опознание Хочешь, я с тобой схожу? Да нет, я справлюсь, спасибо Люк не закрыли А если кто-нибудь упадет? Там воды полно Всякое, конечно, здесь слышал Но сейчас даже мне как-то не по себе Зачем Вячеслав разыграл этот спектакль перед Николаем? Это я заставила Вячеслава всем рассказывать, что Ася и Ян любовники А это-то зачем? Тогда не осталось бы сомнений, что Яна убила эта хромая меценатка из ревности, а заодно и Асю Изобретательно Кто же мог знать, что она хромает не всегда Дима! Ну ничего, надо успокоить, извини Ну нужно же было тебя как-то спасти Ты выбрала не лучший способ Даша, извини, мне правда пора Ну Дим Забудь про своего клиента Дим! Забудь! Янусь, ну не мучайте себя Пойми, где продажные женщины, там сразу рядом стриптиз Потом, может быть, мальчику хочется именно оказаться ближе к своей возлюбленной И ты так просто об этом говоришь? А что я должен делать? Я же не могу ему свою голову приставить Всем привет! Да-да Кого хороним? А ты не догадываешься Мам, успокойся Это было оперативное задание Работать в стриптизе Да, представь себе Ну, так получилось И оно, кстати, с блеском выполнено Посмотри мне в глаза Разве эти глаза могут врать? Это правда? Абсолютно Поздравляю! Господи, доведете вы меня! Ну что, есть будем? Садись ужинать О, сегодня макароны у нас А между прочим, Даша очень переживала Знаю, как она переживала И она девушка с душой Я даже изменила о ней свое мнение Продолжайте Интересный поворот Ну, не то, чтобы очень Да ну вас Что-то душно Спасибо А вот, кстати, и она Даша? Даша Не меня ли ты ищешь Друг сердечный? Да нет Я вышел воздухом подышать Ты правда за меня пережила? Что ты сказал маме? То же, что я тебе сейчас скажу В этом клубе я работал под прикрытием Правда? Нет Да шучу Видишь, кометы сгорающих звезд Знай, это я загадал сто желаний Строим из прошлого в новое мост Из поцелуев надежд обещаний Я головою твоих милых ног Губы мои тронешь нежно руками Пусть улыбнется сияющий Бог Пролетая над нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова